Что делать жителям Амурского района с проблемами по возврату долгосрочного технически сложного товара? Специалист по правам потребителей разъяснила права и правила продажи данного товара. Хочется привести примеры случаев, когда семья и в семье один из членов желает совершить покупку сложной бытовой техники, вроде бы как в подарок, не совещаясь. И люди начинают возмущаться, придя в магазин, требуя, чтобы вернули деньги за приобретенный им товар, не понимая то, что у них прав таких нет, потому что сложная бытовая техника, она у нас входит в перечень товаров надлежащего качества, который не подлежит возврату и обмену. То есть то, что товар данный не подошел по габаритам, по размерам, по функциональным необходимым характеристикам, и пытаясь сдать, потребовать деньги, естественно, потребитель не имеет такого права. Значит, перечень технических сложных товаров с 2011 года расширен. Значит, в этот перечень отнесены сотовые телефоны, ну, телефоны для мобильной связи, которые имеют сенсорный экран. Бывают случаи, что товар пытаются сдать как некачественный, обменять, просто по той причине, что, возможно, он и качественный, просто он до такой степени сложный, что человек, просто, возможно, сам не может правильно начать им пользоваться. Значит, в технической документации от производителя имеются ссылки, значит, электронной почты, куда потребитель может выйти и обратиться к производителю, и там более полные характеристики и, значит, правила использования этого товара. Когда потребитель приходит с недостатками в товаре, продавцы говорят им, ссылаясь на 25-ю статью закона о защите прав потребителей, о том, что данный товар не подлежит возврату и обмену. Но потребитель же приходит не с тем, чтобы его заменили, потому что он не подошел ему, а потребитель, то есть покупатель приходит с заявлением о том, что в данном товаре он усмотрел в ходе его эксплуатации какой-то недостаток. Бывают динамики, фонят, бывает, что телефон заряжается и недостаточно зарядки происходит, возможно, что-то. Бывает самопроизвольно, как мне говорят, захочет включиться, захочет отключиться. То есть вот с этими заявленными недостатками потребитель имеет право в течение 15 дней с момента приобретения обращаться и требовать, значит, чтобы ему заменили товар, либо вернули ему деньги. А по истечении 15 дней с момента покупки потребитель этих прав уже не имеет. Но в данном случае, если у него уже был неоднократный ремонт, если была проведена независимая экспертиза и независимой экспертизой подтверждено, что да, действительно, этот недостаток произошел не по вине покупателя, пользователя этого телефона, аппарата, но это тоже относится и ко всем другим товарам. Сейчас почему-то я говорю про сотовые телефоны, да, про злободневную такую нашу проблему. Но к этому относятся также и технически сложные товары, как бытовая, да, у нас техника, и микроволновые печи, и всякие стиральные машины, мультиварки. Ну, то есть вот это вот я вроде бы как технически сложные товары. А также его требование будет законное, если покупатель согласился на гарантийный ремонт. Мы знаем, да, что по закону о защите прав потребителя максимальный срок гарантийного ремонта у нас 45 суток. И если продавцом нарушены эти сроки гарантийного ремонта, то точно так же покупатель вправе потребовать, чтобы ему заменили на другой товар, либо вернули деньги. Что хочется особо отметить, что когда при передаче товара, если покупатель соглашается на гарантийный ремонт, при передаче товара обязательно должен составляться акт в двух экземплярах, в котором должно быть отражено в обязательном порядке дата принятия товара, значит, причина принятия товара, описание самого товара, его внешнего вида, что произошло, вскрывались пломбы или не вскрывались эти пломбы, понимаете, чтобы, получается, покупатель передает свою собственность. И к своей собственности нужно отнестись очень серьезно. Акт этот составляется в двух экземплярах. Один экземпляр должен быть выдан в обязательном порядке на руки покупателю. В этом акте отражается дата принятия, причина принятия, описание принятия и что потребитель просит. Если потребитель соглашается на гарантийный ремонт, значит, гарантийный ремонт вправе потребитель везде, в любом месте акта написать свои требования, либо написать дополнительно претензию, заявление свое, на что он желает. На время гарантийного ремонта, либо каких-либо дополнительных проверок качества, покупатель также вправе потребовать, чтобы ему предоставили на время ремонта товар для эксплуатации, то есть он не может находиться без связи. Либо холодильник мы сдаем в гарантийный ремонт, когда лето, когда у нас эти проблемы, потребитель не может находиться без этого технически сложного товара. Он точно также имеет право потребовать, и продавец обязан ему предоставить на время ремонта. Точно так же, когда товар приходит из гарантийного ремонта, вас приглашают, в обязательном порядке должен составляться также акт о передаче с ремонта. То есть потребитель имеет право на полную достоверную информацию о товаре, об услугах, которые ему были оказаны, в том числе о производимых ремонтах, вплоть до замены каких-либо частей. Потому что гарантийный срок продляется с момента передачи товара и до момента его получения. Вот на тот период, когда мы передали товар и когда мы его получили, вот этот вот срок прибавляется, продляется гарантийный период гарантия. Бывает так, что покупатель требует, чтобы ему оформили, а там говорят, и так пойдет. Не слушайте, а требуйте, прям настаивайте, чтобы вам выдали вот эти документы. Потому что, значит, вам будет необходимо доказать, если вдруг товар будет и дальше ломаться, выходить из строя, и вы не сможете пользоваться им в течение какого-то там срока, то, значит, я вам еще раз говорила, что неоднократность ремонта дает право потребителю потребовать возврат денег, или чтобы ему заменили на другой, на качественный. А подтвердить неоднократность ремонта мы можем как? Только имея на руках вот эти вот документы. Если вновь ломается технически сложный товар, неоднократность ремонта подтверждена актами, пишем в двух экземплярах письменную претензию, что я такой-то, такой-то, приобрел то-то, то-то, в хронологическом порядке. Что у вас с ним происходило? Был первый ремонт тогда-то, заменено то-то, второй ремонт. Копия акта ремонта прилагается. Согласно 18-й статье закона о защите прав потребителей, требую вас вернуть мне деньги, либо заменить его качественным товаром. Подписывается в торговой точке продавцом или менеджером. В течение 10 дней с вручения данной претензии организация, продавец или торговая точка обязаны удовлетворить требования покупателя, либо написать ему письменный отказ. Если в течение 10 дней требования не удовлетворены, пишем исковое заявление. И с этими документами идем в суд. При необходимости доказывания вины покупателя, либо продавца, данную проблему может разрешить только экспертиза. В период гарантийного срока ответственность за проведение экспертизы по закону возлагается на продавца. По истечению гарантийного срока уже покупатель должен доказать продавцу о том, что возникший недостаток произошел не по его вине. Покупатель уведомляет продавца, что он идет и проводит независимую экспертизу. В случае, если независимая экспертиза подтверждает, что недостаток произошел не по вине покупателя, покупатель вновь пишет письменную претензию и требует у продавца, чтобы тот вернул ему деньги за некачественный товар. Прилагает договор на произведенную экспертизу. Все затраты, которые понес покупатель, продавец обязан ему возместить, в том числе и расходы на транспорт. Если этот телефон взят в кредит или в рассрочку, вот эти вот нюансы. Однозначно, если произошел в товаре недостаток и недостаток действительно требует замену либо возврат денежных средств, то по закону говорится, что продавец обязан вернуть деньги на момент выплаты покупателям. Вот получается у покупателя зависимость перед банком, правильно? Он совершил покупку, он подключился через банк. Банк, значит, оплатил продавцу деньги. Покупатель ежемесячно, значит, вносит по своим кредитным обязательствам в банк. У покупателя имеются квитанции по оплате перед этим банком. От обязательств перед банком за приобретенный некачественный товар никто не освобождает. И если покупатель не будет банку платить, у них на банковских условиях будут какие-то штрафы, пошлины, проценты какие-то будут. То есть ни в коем случае покупатель не имеет права не исполнять обязательства перед банком. Но продавец обязан будет покупателю возвращать те деньги, которые покупатель уже внес в счет погашения банка. Вплоть до процентных ставок.